Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня у нас с вами будет необычное видео, ну как, это будет видео с макияжем, но при этом не с тем макияжем, который мы делаем с вами каждый день. Сегодня мы с вами будем делать макияж тиктокерши с трассы. Как мы все знаем, в тиктоке это очень популярно, быть девчолей с трассы, рофлить на эту тему и снимать огромное количество всевозможных видосов. После школы у меня есть уютное место на трассе, собираюсь, конечно, на трассу. Какой вуз, какая школа, мать Ольга меня одобрила только что. Так что на трассе уютное место подобрали, в ротик приняли и все, ребят, кайфовая жизнь в Дубаях. Кстати, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И, кстати, это очень важный момент, если у вас просто так включены уведомления, вот таким вот образом это выглядит, то вы не будете получать уведомления с моего канала, потому что YouTube сейчас адско глючит и вы сами на это жалуетесь, вы просто не видите мои видео. Поэтому очень важно выключить именно вот таким вот образом эту функцию, чтобы все, без исключения уведомлений, с моего канала вам приходили. А так, на мой канал грузится только видео, соответственно, вы будете видеть только уведомления с моего канала о моих новых видосах. Так что обязательно это сделайте и... Почему бы не поставить лайк? А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Элиса зовут. Макияж трассы, ура, вау, отличный макияж. Конечно же, ты не сможешь стать успешной девчонкой на трассе, если твой внешний вид будет такой. В таком виде совершенно точно ты не сможешь стать успешной трассгёрлой. Трассгёрлой? Трассгёрлой? Делаем макияж под названием «Я как бы ещё не на трассе, но в пути». Чтобы сделать такой макияж, есть очень много лайфхаков из того же ТикТока. И есть очень универсальный совет, давайте вместе его прослушаем. Покрываешь своё лицо корректором, хотя даже он не уберёт эту ошибку. Ой, потекло, 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 потекло. Белая жидкость потекла, и сейчас она будет на моём лице. По наставлению ТикТок трассовых жриц не обязательно использовать тон. Достаточно использовать много-много корректора, чтобы скрыть все недостатки. И именно так сейчас я и поступаю. Если у вас есть какие-то высыпания, то не переживайте, это всего лишь показатель вашего опыта. Растушёвываем. Осторожно. Посылочка тебе пришла. Вот видите, я только-только начала делать такой макияж, а уже пришли посылки от моих воздыхателей. Что же там пришло? Какой-то парфюм. О, это настоящий атрибут Трассгёрлы. Девочки, начинаем делать макияж, и вам тоже будут приходить посылки с парфюмами. Рисуем на двух волосатых палках из носа. Да посильнее. Все должны видеть, кто больше зарабатывает. Девочки, спрос рождает предложение, а конкуренция – это двигатель торговли. И поэтому, чтобы ваши коллеги по цеху, ваши конкуренты видели, что вы опасная львица и тигрица, которая получает больше всего подношений, вы должны сделать особые формы брови. Яркие, драматичные, большие. Большие, как кошелёк наших клиентов. Для того, чтобы всё было красиво, сначала брови расчесываем по направлению вверх. И потом немножко вот так вот прочесываем их против направления роста бровей, чтобы получилась вот такая вот пушистая мотня. Помадка для бровей. Зачерпываем, но обязательно всё смахиваем о крышечку, так, чтобы у нас было не так много средства на самой кисти. Начинаем с нижней брови и тщательно прорисовываем, заполняя все пробелы. Ведём кончик по направлению к вискам. Просто соединяем нижнюю часть с верхней. При помощи кисти всё это протушевываем и немного удлиняем нашу бровь вот сюда. Консилером всё лишнее нафиг убираем. Повторяем всё то же самое с этой бровью и приступаем к следующему шагу. Конечно же есть вещь, без которой макияж такого типа не обойдётся никогда. Что бы вы ни придумывали своим образом, что бы вы ни придумывали с прической, с одеждой, неважно. Если этой детали нет, то образу не бывать, не бывать. И нависшее веко здесь не отговорка, потому что речь идёт о стрелках. Стрелки должны быть огромные, томные и просто... Рисуем две стрелки на глазах, одна в сторону, в которую ходит твой мужик, вторая в стороне. Где сидишь ты и думаешь, наверное, это просто подруга. Пооружаемся вашей любимой подводкой. У меня, например, подводка от принцессы Жасмин. И явно эта принцесска знает больше, чем мы с вами. Когда жирнющая, драматичная стрелка готова, главное сделать не вторую симметричную, а нарисовать вот такую вот штучку. И вот такой вот супер-мега-драма глаз получается. Кстати, вот эта вот штука реально в жизни очень круто выглядит, особенно на фотках. Прям попробуйте вот эту фигню сделать сюда под стрелку себе. Как будто дополнительные огромные ресницы. Это выглядит просто потрясающе на всех фотографиях, поэтому очень рекомендую. К таким стрелкам нужны соответствующие тени, особенно на нижнем веке. Поэтому берем кисть, берем самые-самые яркие краснющие тени, которые только есть, и фигарим. Также очень модно сейчас прорисовать себе некое подобие красных синяков под глазами, поэтому мы отводим наши красные тени ближе к носу. Без контринга никуда, поэтому... Прям активный контринг должен быть. Все-таки не забываем, что мы еще женщина, поэтому контринг нужно делать по женской схеме, а не по мужской. По мужской это как я сделала первый раз, по женской это как второй. Фигачишь недоеденный шоколад себе на щеки и куда вообще захочешь. Растушевываем. Но спонж лучше всего, конечно же, помыть. Мало ли кто им пользовался до того, как начали использовать его вы. Замаскируем этот мерзко-пакостный прыщ. Прыщ тут. Вот коричневыми тенями, чтобы все думали, что не прыщ это, а родинка такая у меня привлекательная. Рисуешь стрелкам паучьих ног. Красим нижние ресницы. Мне так консультант посоветовал, я с тех пор так делаю, и реально ресницы больше стали. Так что если у вас проблемы с нижними ресницами, сначала всегда красть их, а потом уже переходите на верхние. Теперь на ресницы нужно наклеить ресницы, поэтому наклеиваю ресницы. Пользуемся советом, наносим хойлайтер. Хреначишь сияние, но не сильно, чтоб на дороге тебя не спутали с фонарем, и ты заработала на шугаринг. А здесь главное сиять, но сиять умеренно. О боже мой, я только что заметила, что я нос не расконтурировала. Представляете, я бы так пошла с таким носом, кто бы обо мне что вообще подумал. Кошмар. Хорошо, что заметила. Однажды я пошла куда-то с полным макияжем, но забыла накрасить ресницы. Выглядело ужасно отвратительно, но сейчас я понимаю, что это выглядело еще ничего так. Сама отбыл бы, если я пошла быть с нерастушеванным носом. Тренды тиктока по-любому наши. Я надеюсь, вы же понимаете, что это макияж тиктокерши с трассы, а не то, что я советую вам на трассу идти настоящую. Это только для тиктока, девочки мои дорогие и мальчики. Потому что в реальной жизни такой макияж без тональника просто нельзя делать. Теперь губки. И губки должны быть настолько привлекательными, чтобы в комментариях в тиктоке вам все писали «О боже мой, я по мальчикам, я по мальчикам, я по мальчикам». Гетеросексуальность вышла из чата и прочие вещи. Ну, просто если этого не будут писать, то считайте, макияж сделан напрасно. Делаем красную помаду, растушевываем безбожно по всем губам. И заливаем все это прекрасным глоссом, который на самом деле вживую, наверное, будет отвратительный. И через несколько минут сотрется, но на фотке и на видео он будет выглядеть вот как-то так. Ну что, ребят, что по ориентации там у нас? Волосы меняем и делаем тикток. Ой, что это за мотня? Надеваем парик. Так, это мы убираем, это из другого видео было. Не сегодня. И вуаля, самая настоящая тиктокерша с трассы вошла в чат. Что ж, оцените этот образ от 1 до 10. Сколько бы вы за час предложили такому замечательному образу. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Не забывай подписаться на мой канал, если ты еще не подписана или не подписана. И всем пока. Вот и все. Ты уже на полном пути к хорошей жизни. Я даже не нюхала. Нет, ты должна это слезать. Да? Говорит, что ты недавно купила у них помаду, попользовалась ей. И она тебе не нравится. Продолжение следует...